Всем доброго времени суток! С вами Елена. И сегодня я хочу показать три мои орхидеи. Начать хочу с вот этой. Лечь сегодня пойдет о орхидеях и их детках. Вот эта орхидея, это грация. Я ее покупала. У меня была грация, но я решила продублировать. И вот эта орхидея покупала из два растения в горшке. Вот это вот было нецветущим, потому что, скорее всего, может это гель. Хотя нет. Ну, в общем, вот это растение было нецветущим. А вот у этого было три цветоноса и букет цветов. И я планировала пересаживать орхидею, потому что она посажена. Сейчас попробую так достать. Легкая, не политая. Специально не поливала. Вернее, принесла на полив. Думаю, сначала сниму видео, потом поливаю. Вот, смотрите, плохих корней нет. Вот здесь вот, видно, да? Проглядывается. Вот этот торфстакан со своим пластмассовым, ну, подкором, я не знаю, как его назвать. Вот. Я планировала рассадить их после того, как она цветет. И, пожалуйста, она начала давать деток. Это случилось сразу после того. Ну, вернее, как, сразу не пересадишь. Прошел месяц-другой. А когда решила рассадить, а тут вот так вот детвора. Смотрите, на вот этом цветоносе одна детка, на вот этом две. И на третьем цветоносе вот третья детка. А вот это дитё. Гляньте, уже какое огромное. Какой лист. Вот прям огромное. Но корней нет ни у одной из деток. Бывает вот такое. Вот такая многодетная мать. Да, у меня раньше, когда у меня было не такое количество орхидей, конечно, иногда появлялись детки на орхидеях. Но, когда их много, даже не замечаешь, как они возникают. Хотя, я бы не сказала, что на всех орхидеях и вот так, вот таким букетом у меня было только на Пикачу. И вот теперь Грация. Да, иногда на цветоносах появляются детки, иногда изредка прикорневые. Но вот это уж растарабанило, так растарабанило. Вот такая вот мамаша. У меня была Грация, когда я покупала эту орхидею. Ну, уж очень она пышно цвела, еще два растения в горшке продублировала. Ну, вот так продублировала, так продублировала. Вот. Вот сколько у меня теперь Грации. Кстати, она посажена в этот вот, который вот мы все не любим, такой вот тут субстрат. Ну, как она прекрасно себя в нем чувствует. Я не тороплюсь орхидею пересаживать из этого субстрата. Если правильно поливать, не доходя до торфстакана, орхидею, он почему-то даже очень нравится. Ну, и сейчас покажу еще одну орхидею. Вот эта орхидея покупалась осенью, да, в девятом горшке. Название так и не знаю. Это такая яркая оранжево-красная орхидея. Оранжево-красная орхидея была с очень пышным цветоносом, с кучей бутонами. И все бутоны до одного она дома открыла. Но когда я ее принесла домой, я сейчас покажу, они все неполитые. Стоят на южном окне. Вот эта стоит на южном окне. И у нас сейчас лето, жарко. Не успеваю поливать, вот чуть-чуть упустила. Но корней плохих нет. Вот эта орхидея покупалась большущим цветоносом для такого маленького растения. Когда я ее принесла домой, после обработки я увидела, что вот с этой стороны как-то у основания желтятся листья. Сразу причем увидела. Я сняла их, там была черная шея, которую я... Главное, вот с этой стороны все было нормально. А вот здесь, вот видите, даже вот там до низа снятые листья. Я их сняла, наверное, 4 листа и была черная шея. Я на мелкой терке потерла лист толстянки и прям кисточкой вот эту кашицу наложила. Потом она подсохла, ее пинцетом убрала. И все процессы гнилостные остановились. Но после того и орхидея цвела, очень долго цвела, открыла все бутоны. Сорт-то выносливый. Но когда она закончила свое цветение, у нее вот здесь появилось вот детем. Вот так вот. На стволике, видите, растет. Вот с этой стороны... Ой! Вот еще вывались из горшка, вообще будет здорово. И вот с этой стороны вот видно, да? Похоже, у нее начали появляться корни. Потому что до этого отделить было вообще не было возможности. Корней не было. Ну, вот такое вот растение. Вот сейчас попробую. Но названия у нее нет. У нее тестовый номер здесь. И вот такие воздушные корни, посмотрите, растущие. Они стоят вот так в горшке. Сейчас полила, ставлю немножко водички. Она будет пить. Намусорила. Все-таки, наверное, надо думать, как это рассаживать. Знаете, вот бывает такое, что надо рассадить, а почему-то никак не сделаешь. Ну и вот еще одна красота. Это парфюмерная фабрика. Вот от кого я вообще не ожидала. Парфюмерные фабрики считаются каприсными. Вот она подсушена, но плохих корней нет. Вон, везде у нее растущие корни. Это парфюмерная фабрика в девятом горшке сейшен. Сейчас покажу, где оно. Вот корни у нее до сих пор все хорошие. Корни растущие. Вот название. Фокусируйся, фокусируйся, пожалуйста. И вот, что вот с ней произошло. Вообще непонятно. Я так и не поняла, пропала у нее точка роста или что с ней случилось, потому что как-то моментально она надавала кучу деток. Вот смотрите. Вот. Это же не макушка, это детка. Вот еще одна детка. Третья детка. И вот здесь вот. Вот эта четвертая. Вот. Орхидея состоящая вся из деток. Вот так вот говорят парфюмерные фабрики капризные. Какие-то, может, и капризные. А у меня вот такая вот получилась. Кто-то специально мажет цитотининовой пастой, кто-то стимулирует. Места у меня нет. Деток я не планировала. И вот тебе, пожалуйста. Вот с этой орхидеи с двух получается. Ой, шесть, да? Да, шесть. Вот с этой с одной четыре. И с этой вот две. Вот так вот. Орхидеи иногда сами решают, что им вытворять. Ну, посмотрите. Листья красивые какие. Но все равно хочется, не хочется. Рано или поздно их надо будет рассадить. Наверное, их все-таки отделю. Ну, еще одно маленькое удивление. Но это совсем история не о детках. Вот вообще не о детках. Вот. Я же говорю, орхидеи принесла на полив. Сейчас достану. Это орхидея Брокер Харик. Вот она. Она стоит на поливе у меня сейчас. Вот с такими отличными корнями. Корни растущие. И получилось так, что орхидея очень красивая. Орхидея черная. И я зачем-то ее решила продублировать. Ну, и вот эта орхидея собралась цвести. Я думаю, она зацветет. И я ее продам. Потому что места у меня что, девочки, действительно совсем мальчики не хватает. Ну, и вот оно, летнее цветение. Та-дам. Я увидела и ахнула. Зацвела она, стоя на южном окне. Камера делает чуть ярче. Она может вот так вот, да. Может чуть-чуть темнее. Но она ведь совсем на себя не похожа. У нее должны быть вот эти петалии туда-назад. С легонца. Острые. Верех, она круглая. У нее очень-очень яркая губа. О! Вот. Правильный цвет. Вот так она сейчас открылась. Если бы я не знала, что это за орхидея, я бы задумалась, что я такую орхидею не покупала. И думала, зацветет. Я ее выставлю на продажу пока тепло. Но пока не буду. Мне очень интересно. Вот она, у нее растет еще один цветонос. И мне интересно, как же она процветет на этом цветоносе. Бывает же вот такое, да. Удивительное рядом. Гляньте, какая. Невероятная. Просто потрясающе. Вот у нее... От ее черного вот этого цвета, вот в этом месте, вот здесь вот черно. Да, прям почти черный такой вот. Темные-темные светлы. Оттенок. Ну, вот такое у меня видео у моих удивительных орхидеев. Вот такие у меня мамаши с кучей-кучей деток. Ну, а всем большое спасибо. Спасибо за ваше внимание, за то, что у меня сегодня прям длинноватое видео получилось. Всем-всем большое спасибо за вашу поддержку, за ваше внимание, за лайки и комментарии. Всем мира, добра, благополучия. И побольше приятных удивлений от наших любимых орхидеев. До новых видео. Пока-пока. Продолжение следует...